Это был мужчина, а может быть и женщина. Задача была простая и сложная одновременно. Нужно было войти в здание в старом московском переулке. Войти не привлекая внимания. Следующая цель – кабинет. Эта история, конечно, покрыта мраком и для меня остается непонятной. Потому что все, кто имел возможность войти в его кабинет и нанести этот контактный яд на ручку телефонной трубки, они все известны. Человек вошел в кабинет незамеченным, огляделся и направился к телефону, стоявшему на столе у председателя. Оставалось сделать самое главное и самое простое. Круг подозреваемых по данному делу для специалистов очевиден. Его ликвидаторами, преступниками в данной сфере не могли быть случайные люди. Всего лишь маленькая коричневая капелька. Насколько в ней силы заложены. Дело сделано. Теперь нужно аккуратно и осторожно уйти. Результат будет уже завтра. Не исключено, что в этом участвовали спецслужбы. Или, точнее сказать, работники спецслужб, может быть, бывшие. Несладкая смерть. Яды – вещества минерального, растительного и животного происхождения, введение которых в организм вызывает отравление. Эти вещества разрушают белок и ему подобные тела. Из энциклопедического словаря Брагауза и Эфрона. В маленькой домашней лаборатории безработный ученый-химик синтезировал различные вещества. Лавры Менделеева ему давно не давали покоя. Его не смущало, что соседи иногда ворчали по поводу неприятных запахов, исходивших из его съемной однокомнатной квартиры. Идея заработать деньги пришла сама собой. Оставалось только найти покупателей. А уж отравы изготовить – дело техники. Он приложил. Не то, что мы заказы делали. То есть на первой же встрече, когда уже контакт был установлен доверительный, он принес свои... Образцы? Не образцы. Он принес несколько образцов, однозначно, то есть сильных отравляющих веществ, которые он как бы и заявлял, что они у него есть. Так как мы люди серьезные, мы должны были проверить это. И вдруг нам подсовывают какую-то туфту, скажем так. Соответственно, он нам принес три или четыре образца своего изобретения, то есть своих отравляющих веществ, ядовитых веществ, отравляющих веществ. И принес также с собой описание тех веществ, которые у него еще есть, или которые он может синтезировать сам. Тема отравлений и производства ядов спустя десятилетия после сталинских экспериментов снова стала актуальной в середине 90-х в связи с убийством Ивана Кивелиди. Иван Кивелиди был не самым богатым человеком в стране и не самым известным. Тем не менее, будучи председателем двух общественных организаций, он возглавлял совет по малому предпринимательству при правительстве Российской Федерации и круглый стол бизнеса России, Кивелиди часто мелькал в сводках новостей. В августе 95-го года Иван Харлампевич стал главным ньюсмейкером страны. В центральную клиническую больницу его привезли с первоначальным диагнозом обострения мочекаменной болезни. И в тот же день, 1 августа 95-го года, Кивелиди с тяжелым отеком мозга и признаками острого отравления перевели в реанимацию ЦКБ. Через 3 дня он умер. Практически к моменту наступления смерти Кивелиди было ясно, что это отравление. Когда клиническая картина отравления только начала развиваться, были некоторые сомнения, поскольку большинство практиков медиков с действием вот таких сильных отравляющих веществ, родственных боевым отравляющим веществам, знакомы только теоретически. Первой версией причины смерти Кивелиди было отравление ядохимикатами через пищу. Но других пострадавших среди обедавших вместе с предпринимателем в бизнес-клубе не было. Затем стали говорить об отравлении парами или солями тяжелых металлов. Но чтобы вызвать такую реакцию организма, необходимо несколько грамм ртути или кадмия. Причем источник испарения должен в течение длительного времени находиться перед самым носом человека. За день до смерти Кивелиди с похожими симптомами в больнице скончалась его референт Зара Исмаилова. Стало очевидно, что источник поражения надо искать в его кабинете. И он должен быть в каком-то предмете, до которого дотрагивались оба погибших. Отравляющее вещество было нанесено на телефонную трубку. В этом случае достаточно крошечного участка диаметром в 1-2 мм площади. Не исключается также возможность применения так называемых бинарных отравляющих веществ. Когда один из ингредиентов наносится, скажем, на телефонную трубку, а другой на какой-то другой предмет, который находился в соприкосновении с руками Кивелиди. Или прямо на руку, тем или иным способом. При соединении этих веществ, в общем-то безобидных, происходит образование высокотоксичного отравляющего вещества, которое может всасываться через дыхательные пути, через неповрежденную кожу и очень быстро оказывать токсический эффект. Маленькое пятнышко на телефонной трубке оказалось, как было записано в экспертизе, аналогом боевого фосфороорганического отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Скорее всего, это производное от ВИЭКС, боевого отравляющего вещества, обладающего огромной токсичностью, способного быстро всасываться в организм через кожные покровы. По одной версии, вещество синтезировал химик-умелец, по другой, ВИЭКС был украден с военно-химического предприятия в Шиханах Саратовской области. Именно там, в Шиханах, на сверхсекретных объектах синтезировали и испытывали новые боевые отравляющие вещества. Там же внедряли технологии их промышленного производства, выпускали опытные партии химического оружия, за что получали ленинские и государственные премии, ордена и медаль. В постсоветские годы Шиханы сохранили статус суперзакрытого для съемок объекта, но известно, что по количеству химиков на единицу площади эта территория Саратовской области занимает одно из первых мест в мире. 14 июля 1999 года сотрудники ГУБОП МВД России задержали в городе Жуковском торговцев ядовитыми и взрывчатыми веществами. Яков Финкель и Сергей Юматов торговали ни много ни мало цианидом, и их товар находил спрос. Сейчас в связи с изменением форм собственности открылось очень много подпольных лабораторий, и очень талантливые люди, я бы сказал, работают в этих лабораториях и находят сбыт своей продукции в преступном мире. Несколько лет назад посредством массовой информации гуляла история о том, как московский химик в объявлении на столбе предлагал «Яды задорого, но с гарантией». Объявление было изрядно потрепано, а борода оторвана. Несостоявшегося Менделеева в 1997 году задержали московские РООПовцы. На самом деле химик объявлений не развешивал. Он спокойно занимался своим делом, синтезировал отравляющие вещества. Клиентов искали другие люди. В начале 1996 года наши оперативники получили информацию от источников о том, что некий Менделеев, скажем так, химик, ищет потенциальных покупателей, крупных покупателей, на достаточно серьезный товар, как отравляющие вещества. Причем та информация, которая к нам поступила, она достаточно скупая была, то есть никакой конкретики не было, фамилии, имя, отравляющие, ничего не было. То есть было именно то, что вот некий человек, описание этого человека приносил с собой некую тетрадку, в которой было описано действие тех или иных ядов, тех или иных отравляющих веществ, и в том числе достаточно уникальные, там такие ядовитые вещества, которые имели как продолжительный временной отрезок действия, так и как бы краткосрочного действия. Менделеев предпочитал встречаться с посредниками потенциальных клиентов в людных местах, причем встречался только со знакомыми людьми. С ним всегда была тетрадочка, где были описаны не только формулы, но и характер, степень, а также время воздействия яда на организм человека. Он предусматривал и варианты, если это потребуется клиенту, при которых вещество не будет обнаружено в организме человека при вскрытии. Были у Менделеева и предложения по смертям от естественных человеческих болезней. Есть такие отравляющие вещества, которые вообще невозможно людям в вашей профессии обнаружить в организме? Теоретически такую возможность отрицать нельзя. В частности, есть некоторые растительные отравляющие вещества из группы растительных алкалоидов, которые очень трудно, я специально сейчас не буду их называть, дабы не делать им рекламу, их очень трудно обнаружить при судебно-химическом анализе. Только при применении, при приеме солидных доз таких веществ они могут быть обнаружены. СОВЕСТЬ 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 поступили в 20-х годах. По одной из версий, например, Троцкого сначала планировалось отравить, но потом, видимо, передумали и просто выслали из страны в 1929 году. По инструкциям, утвержденным руководством партии и правительства, токсикологические препараты предназначались для использования в борьбе со спецслужбами противника, а также для проведения операций против непримиримых врагов советской власти. В реальности, по большей части, отравляющие вещества использовались при проведении смертных приговоров политзаключенным. Зэки были подопытными кроликами. На них проверялись новые соединения, которые потом могли быть использованы против реальных оппонентов. Кроме того, отравления или якобы отравления при Сталине стали частью политической борьбы. Человек умирал своей смертью, а его объявляли умершим от злонамеренного отравления. В частности, на наркома внутренних дел Ежова, не брезговавшего использовать яды против своих ближайших соратников, повесили дело об отравлении начальника внешней разведки Слуцкого. На самом деле, Слуцкий скончался от сердечной недостаточности. У него было больное сердце. Я хотел бы привести несколько мифов. Например, миф об убийстве Горького с помощью токсикологических препаратов, когда виновниками его гибели были объявлены врачи. Когда погиб первый руководитель токсикологической лаборатории, профессор Казаков, полностью реабилитированный. Затем много мифов и вокруг других дел. Отравление Щербакова, Жданова, и, наконец, попытка якобы отравить Сталина и уничтожить Сталина. Заговор в МГБ, дело Абакумова. Это дело, кстати, сейчас пересмотрено Верховным судом. Деятели спецлаборатории подвергались зачисткам в соответствии с генеральной линией. Чистили компетентные органы, соответственно, обработке подвергались и химике. И то, за что раньше они получали ордена, при чистках оказывалось расстрельной статьей. Тем не менее, лаборатория Икс продолжала работать. Особый размах ее деятельность приобрела в послевоенные годы, во время Холодной войны. В частности, по одной из версий, в 1947 году шведскому дипломату Раулю Валенбергу за отказ от сотрудничества с советскими спецслужбами, под видом лечения была сделана смертельная инъекция. В 50-е борьба с врагами советской власти посредством яда достигла апогея. Были убиты лидеры украинских националистов. С помощью начиненного ядом портигары и пистолета с цианидом предполагалось убрать видных деятелей НТС. Правда, покушение провалилось. И тогда попытались отравить несостоявшегося исполнителя, капитана госбезопасности Николая Хохлова. Он выжил, поскольку не допил отравленный кофе. Шел в 58-й год, когда я закончил Институт иностранных языков. И меня привлекли к работе наши замечательные органы. Правда, мне не присвоили звание. А попал я в 12-ю лабораторию от УКГБ в качестве переводчика оперативно-технического управления. Это была лаборатория, которая, как потом выяснилось, занималась разработкой ядов для спецпрепаратов органов госбезопасности. Что такое спецпрепараты? Это спецоружие, которое используется для обеспечения государственной безопасности. В основном, конечно, в условиях заграницы. Ученые работали над ядовитыми порошками, жидкостями, наполнителями для оружия и так далее. Проводили опыты над крысами и кроликами. О результатах своей работы иногда узнавали со страниц газет, если погибали известные люди. Кроме того, по необходимости, специалисты из секретной лаборатории КГБ выезжали за границу в качестве экспертов по отравляющим веществам. Это были люди, которые выезжали в любую точку мира, когда их вызывали туда. Если речь шла об использовании курары, был случай, когда в Корее была отравлена целая делегация. Они не понимали, что было использовано при этом. Люди заснули и не проснулись. Выезжали наши специалисты, которые установили, что был использован курарин. Это яд, который парализует мышцу сердца и легких, который перестает сокращаться. Вы перестаете дышать, и сердце перестает биться. Из того, что я знаю, это один из самых эффективных яд, который не дает сбоев. Ведь очень много ядов, которые не срабатывают на определенного человека. Для того, чтобы использовать яд против какой-то жертвы, нужно знать точно его медицинские показатели. Срабатывает ли в нужном направлении то или иное средство. Лекарство или, в данном случае, токсин. У химиков СКГБ бывали ошибки и проколы в дозировках и подборе отравляющих веществ. Когда Олег Калугин и компания похищали офицера американской разведки, советского перебежчика Артамонова, его предполагалось усыпить. В результате отравили. Произошла передозировка. Позже, при похищении агента из Швеции, усыпляющее средство сработало как слезоточивое. Было очень много случаев, когда наш боевик-разведчик получает задание ликвидировать жертву на Западе. Я имею в виду 30-е годы. И я где-то читал, что Агаянц Иван Иванович, используя вот такое средство, не смог выполнить задание, потому что яд подействовал не как смертельное средство, а как слабительное на жертву. Свои алхимики были и в спецслужбах других стран, в частности в США. Так же, как и советские специалисты, они синтезировали отравляющие вещества, в том числе и для деятелей недружественных режимов. По некоторым данным, на одного только Фиделя Кастро было предпринято около 200 попыток покушений и истрачено изрядное количество ядовитых спецвеществ. Ему подсыпали яд в пищу, опрыскивали занавески помещений, где он должен был выступать, сыпали в ботинки талий, чтобы он облысел и лишился своей знаменитой бороды. ЦРУ снабжало ядами и своих агентов на случай непредвиденных обстоятельств, например, провала. Яды прятали в авторучке, зажигалке, в серебряные доллары. Эти ампулы с сильнодействующим ядом шпионы получили от американских разведчиков для самоотравления в случае угрозы захвата. Поразительный цинизм. Для американской разведки важно любой ценой уберечь свои секреты. У американского пилота-шпиона Гарри Пауэрса, сбитого над Уралом, тоже была своя отравляющая игла, но он ею не воспользовался и добровольно сдал чекистам. Причем в Свердловском КГБ Пауэрса даже не обыскали и не переодели. Он так и прибыл в Москву в летном комбинезоне с иголочкой в кармане. Меня пригласили, иди, иди, посмотри, значит, вот эта вот игла Пауэрса. Я пришел, увидел на столе такую изящную заколку, в виде такого сантиметров 10 гвоздик со шляпкой. И что за игла, когда, в общем, гвоздем особо не уколешься, да? Но мне показали, что если потянуть за шляпку, то гвоздик превращается в ножны, и из ножен выходит тончайшая игла с насечкой, на которой видна жидкость, которая является носителем вот этого смертоносного действия. Установили, что яд является курароподобным. То есть одна из разновидностей курарина. Это значит, что если бы он царапнул себя этой иглой, и яд попал бы в кровь, то он безболезненно скончался на месте в течение трех секунд. Американцы не берут подписки со своих агентов о том, что в случае провала они должны самоликвидироваться. Тем не менее, Александр Огородник, известный всей стране по роману Юлиана Семенова и фильму «Тассу полномочен заявить» агент Трианон, воспользовался Эл Пилюли. Огородник привлек к себе внимание КГБ в 1975 году, когда работал третьим секретарем советского посольства в Колумбии. В отличие от киноверсии, у реального Трианона в ручке были не ампулы, а невидимые кинокамеры кристаллики яда. Александра Огородника безуспешно пытались спасти в институте Склифосовского. При вскрытии один врач погиб, вдохнув пары или испарение ядовитого препарата. Следующая бригада уже работала в масках. Советские специалисты так и не смогли установить состав препарата, который использовали американцы. Мюнхен. 12 октября 1957 года. В этот день был убит один из лидеров украинских националистов, редактор националистической газеты «Лев Ребет». Советский агент Богдан Сташинский, в прошлом выпускник института иностранных языков, караулил Ребета на лестнице его дома. Отравляющий газ подействовал мгновенно. По той же схеме, спустя два года, 15 октября 1959 года, Сташинским был ликвидирован самый известный украинский националист Степан Бандера. Когда Бандера вернулся домой, его уже ждал Сташинский. Убийца из специального устройства выстрелил в жертву ядовитым веществом. Яд быстро разлагался в организме, поэтому в обоих случаях поначалу врачи констатировали смерть от внезапной остановки сердца. Правда выяснилась, когда Богдан Сташинский попросил политического убежища в Германии и покаялся в содеянном. От немцев он получил несколько лет тюрьмы, но вскоре был освобожден из-под стражи. Сменив имя, Сташинский поселился в Германии. Ребет страдал сердечной недостаточностью. Врачи, даже проведя вскрытие, констатировали смерть от естественных причин. И лишь позднейшая экспертиза, проведенная уже после того, как Сташинский сдался немецким властям, подтвердила, что он был убит из спецоружия. Что касается ликвидации Бандеры, то тут сразу было обнаружено, что он ликвидирован с помощью выстрела токсическим препаратом и возникли аналогии с делом Ребета. Богдан, значит, бежал за границу после того, как выполнил два задания по ликвидации наших политических оппонентов. Он использовал биоствол, который изготовляли в лаборатории 12-й. Принцип действия очень простой. Это как игрушка, которой мы увлекались во время войны. Там игрушек не было. И мы брали трубочку. Одну сторону трубки затыкали картошкой срезом. Пробка была. И с другой стороны такую же пробку делали. Потом одну из пробок начинают палочкой толкать. Воздух сжимался в трубке. И эта вторая затычка вылетала со звуком. Нам это нравилось. И вызывало смех и радость детворы. Вот этот принцип использовался в этом биостволе. Значит, тоже была заглушка. Внутри был яд, который распылялся в воздухе. Переносить его было легко, такой ствол. Он был стеклянный. Его прятали обычно в газете. Такой сложенный несколько раз. И Ташинский, имея ключи от подъезда, где жил Бандера, вошел туда. И когда Бандера вернулся с работы и открывал там двери, он, значит, спускаясь с верхнего этажа от прохожей, он, значит, в него выстрелил вот этим стеклянным стволом с газом. В середине 70-х в КГБ обратились болгарские коллеги. Попросту заказали отравление своего диссидента, писателя Георгия Маркова. Андропов запретил личное участие своих подчиненных в операции, санкционировав только техническое содействие, которое, помимо прочего, состояло в предоставлении устройства, стреляющего ампулами с ядом. С конца 60-х Георгий Марков жил в Лондоне и работал на BBC. 7 сентября 78-го года Марков, как обычно, отправлялся на работу. В этот день он почему-то был без машины. По дороге на мосту какой-то прохожий с зонтиком споткнулся, задел Маркова и, извинившись, скрылся. На работе Маркову стало плохо. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Позже в его теле обнаружили остатки ядовитой капсулы. Использовались эти яды и в последний период, в частности, в воспоминаниях Семичастного, бывшего председателя КГБ, упоминается о том, что якобы генсекретарь Брежнев ставил вопрос об использовании токсикологического арсенала спецлаборатории КГБ для устранения Хрущева. Но Семичастный мог эту версию и выдумать. Так легко было говорить об этом в 1990 году на фоне развала Советского Союза. Интересно, что Семичастный отказался писать письменное объяснение по этому вопросу. Решение об устранении афганского президента Хафизулы Амина было принято Советским политбюро в декабре 1979 года. Агенты КГБ подсыпали Амину яд в пищу. Ничего не подозревавший советский врач буквально вытащил Амина с того света. После этого пришлось задействовать группу Альфа. По мнению специалистов, спецлаборатория работает и сегодня. Примером ее деятельности может быть смерть Хаттаба, если считать, что он мертв. По одной из версий, Хаттаб получил какое-то письмо с финансовыми счетами, прочитав, сжег на костре. Вскоре у него заболел живот и началась лихорадка. Еще одна версия. Хаттаб испил отравленной минеральной воды. Как считают специалисты, черного араба могли отравить стафилококковым порошком сильной концентрации. Эта ликвидация осуществлена согласно публикациям в ряде наших средств массы информации, которые не опровергнуты с помощью использования яда препаратов и с помощью агента, который пользовался его соответствующим доверием. Поэтому, не отрицая необходимость использования токсикологических препаратов в борьбе с опасными преступниками, которые сами прибегают к помощи ядов, следует все-таки навести четкий порядок и инструктивную нормативную базу в действиях аппарата в данной сфере, чтобы избежать трагических ошибок прошлого. Применение ядов спецслужбами – это нормальная практика для всех спецслужб Запада. Такие лаборатории, такие специалисты есть и в США, и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в Японии. И существование таких лабораторий – это вполне закономерная вещь. Я думаю, что та замечательная лаборатория, в которой я работал в 50-е годы, она существует. Возможно, ее направленность изменилась. Но для того, чтобы бороться с угрозой такого отравления, нужно иметь адекватную защиту и иметь специалистов, которые могут разбираться. Быстродействующие яды Отыгрываются смесью лимонной кислоты с солью, могут быть подмешаны в пищу, напитки. Применение более трех раз для одного рецепиента завершается смертью жертвы. Материальные компоненты яда необходимо приобретать у торговцев. Самостоятельно приготовить яд может клановый ниндзя или буддийский епископ. После процедуры отравления жертва живет минуту, за которую отравитель обязан предъявить сертификат. Из инструкции к компьютерной игре. По статистике, общее количество отравлений в нашей стране неуклонно растет. Если говорить о погибших от отравлений, то картина последних лет выглядит так. В 1999 году умерло 70 353 человека, в 2000 – 85 089, в 2001 – 84 479 человек. На первом месте среди причин смерти стоит отравление этиловым спиртом, затем идет угарный газ. Выросло число умерших от фальсифицированных медицинских препаратов. Кроме того, травятся наркотиками и погибают от передозировки, что тоже входит в статистику отравлений. Из установленных злонамеренных отравлений, помимо кивелиди, можно вспомнить дело питерских врачей, которые травили одиноких стариков и приватизировали их квартиры. Большинство отравлений, с которыми сталкивается современная судебная медицина, это либо несчастные случаи, практически подавляющее большинство несчастные случаи. В результате широчайшего распространения в настоящее время отравляющих веществ. Этим мы обязаны успехам химии, как ни странно, прогрессу химии. В год сейчас синтезируется несколько десятков тысяч новых веществ. Из них, ну, минимум, наверное, несколько тысяч обладают токсическими свойствами. Дело об отравлении Ивана Кивелиди ФСБ засекретило, поэтому можно только задавать вопросы, понимая, что ответов не будет. Известно, что вскоре после смерти Кивелиди, обследовавшие его кабинет оперативники, обратились к врачу с жалобами на частичную потерю зрения. А весной нынешнего года в интервью газете «Комсомольская правда» неназванный сотрудник ФСБ сообщил, что следователь и два оперативника погибли. Если это так, то исполнитель отравления должен был не просто проникнуть сквозь охрану в кабинет Кивелиди, но при этом быть в спецодежде, перчатках и респираторе. Кроме того, заказчику должна была быть хорошо известна медицинская карта Кивелиди, ведь первыми пострадали, как известно, больные почки предпринимателя. Это было сделано профессионально. Человек имел инструкции, как пользоваться этим едом, имел средства защиты, и сам не рисковал, и понимал, что на нем могут быть следы этого, то есть он это сумел исключить. То есть это действовал человек, который хорошо знал, чем он пользуется, и как этим пользоваться, и как скрыть следы того, что он и пользовался этим средством. Коллеги Ивана Кивелиди по круглому столу бизнеса России, желая простимулировать следствие, еще в 1995 году предложили 1 миллион долларов за раскрытие этого преступления. По их мнению, убийство Кивелиди связано с его профессиональной и общественной деятельностью. Не исключено, что к устранению бизнесмена имеют отношения бывшие сотрудники спецслужб. Несмотря на то, что прошло 7 лет, предложение о миллионе остается в силе. Стимул, на мой взгляд, даже сейчас немаленький. И если бы был хоть кто-нибудь, кто в состоянии пролить свет на эту историю, и одновременно не был сам заинтересован, то, наверное, эти деньги были бы востребованы. Однако они так и остались невостребованы. Как утверждают московские оперативники, принимавшие участие в разработке и задержании так называемого Менделеева, химика, занимавшегося производством и продажей ядовитых веществ, он якобы предлагал им препараты той же группы, что были использованы в устранении Кивелиди. Стало быть, Менделеев мог их синтезировать в своей домашней лаборатории. Где у вас находится готовое вещество? Нет, ничего не вызывает. Промы брали. Где у вас находится вещество готовое? Здесь, здесь. Оказывается, в верхнюю полку. Банку отсюда видно? В целлофане? Есть или нет? Изыматься будет всё. Будет проводиться всё равно анализ, экспертиза, всего, что здесь находится. Поэтому скрывать вам ничего смысла нет. Так, всё это заберут? Да, всё это заберут. Прежде чем сделать большой заказ, РОПовцы, имевшие уже к тому времени доверительные отношения с химиком, сделали так называемую контрольную закупку. Приобрели у Менделеева некоторое количество отравляющего вещества для пробы. Пробник, который мы у него приобрели, да, в научно-исследовательский институт органической технологии, выяснилось, что одна из колбочек разгерметизировалась. И когда эксперт, там аппаратура стояла специально, она зафиксировала, видимо, какие-то эти вещества, то есть там сразу какая-то тревога поднялась, то есть лампочки замигали. И уже сам специалист, который уже работал с этим веществом и делал исследование, он уже был облачён в специальный костюм, специальные щитки у него были, он отнёс это всё в герметичную комнату, и там уже проводились исследования. То есть это было реально, как бы, реальная опасность на самом деле для тех людей, если мы проводили операцию и задерживали. Газовая горелка через гипель подключается к роторному испарителю. Ждать. При обыске в квартире лаборатории химика оперативники обнаружили специальную установку – распылитель. Прибор не уникальный, но то, что Менделееву могли бы позавидовать химики из иных государственных лабораторий – это точно. Посуда у меня в речках? Вот эта посуда к нему – это колбы, в которых нарабатываются вещества. Одна колба наработочная, другая колба обратного холодильника. И вот это сам роторный испаритель. Он самый крупный, который есть в России? В России, да, больше. То есть уже можно было ему потом делать вещество? Если поискать, это должен быть марка ER-10. Да, он называл её. Называл именно так? Да. Да. Это новый испаритель роторный, посуда достаточно хорошая. Всё хорошее, колонки здесь, обратные холодильники упакованы. Тут не вызывает сомнений. Традиционное оборудование использовано в полупроводочном масштабе. Отравляющие вещества, современные отравляющие вещества, имеют довольно сложную химическую природу. Подавляющее большинство их относится к органическим химическим веществам. Имея соответствующую подготовку, опытный химик может синтезировать отравляющее вещество из доступных ингредиентов, не располагая, так сказать, сложной аппаратурой. Значит, по вашему заявлению, ничего, кроме указанного вами готового вещества, типа заринга, правильно ли? Нет. А какой? Это вообще не было. Тогда как называется то готовое вещество, которое у вас там находится? Это металл. Обыск в подпольной химической лаборатории оперативники и эксперты химики проводили долго и тщательно. Работали в перчатках. Помимо прочего, у Менделеева было обнаружено 600 миллилитров зарина, того самого отравляющего вещества, которым боевики из Аум Сенрикё травили пассажиров токийского метро. Оперативники также нашли несколько баночек с мертвыми тараканами с непонятными обозначениями. Видимо, химик на тараканах испытывал микродозы своей отравы. Своим клиентам, которыми в 97-м году оказались московские роповцы, Менделеев продал дозу отравляющего вещества за полторы тысячи долларов. С тем и был задержан. Выдеваются защитные комплекты и поликлины. Это исходят из дверей, а и все остальные квартиры покидают. То вещество, которое он нам принес, кроме зарина, еще одно вещество, он нам объяснил так. Значит, это вещество рассыпается по плинтусу, в кабинете, допустим, у жертвы. В течение двух недель оно действует. Причем он не имеет ни цвета, ни запаха. То есть, ну, некий порошок, как пыль. Значит, в течение месяца человек заболевает тяжело. У него серьезные болезни почек и печени. Через месяц он умирает. Само вещество в течение третьей недели разлагается. И то есть, никаким исследованием, никаким, скажем так, сбором вот этих материалов, которых на месте преступления, там, допустим, не докажет, что оно было. И характер болезни, да, причины болезни почек и печени у человека тоже невозможно доказать. То есть, у него ничего не остается в районе. Как рассказывал знакомый судмедэксперт, если пожелать кого-то отравить, достаточно сходить в ближайшую аптеку и купить, причем без рецепта, необходимые препараты, естественно, зная пропорции будущей смеси. Еще один специалист из Шахан, городка Химиков, утверждал, что может изготовить яд из национального русского напитка – водки. Суммарное воздействие – 4 дозы по 50 грамм. Время действия – год. То есть, первые 50 грамм проходят спокойно, но в течение года лучше не пить. Или выпить за день все 200 грамм и сладко заснуть навсегда. Есть еще один простой способ отправить на тот свет неприятных людей, учитывая, что химики-умельцы помогут. Достаточно капнуть в лужу, по которой вот-вот проедет машина, синтезированное фосфороорганическое вещество, и пассажиры автомобиля скоропостижно скончаются. А еще через несколько часов следов вещества невозможно будет обнаружить ни в луже, ни в организмах умерших. Расцвет искусства отравления вообще-то относится к временам Римской империи. Но судя по легкости, с которой получилось убрать кивилиди, и учитывая развитие товарно-денежных отношений в сфере торговли отравляющими веществами, в нашей стране может наступить эпоха Возрождения. Иными словами, ядовитый Ренессанс.